15 августа. Магазин Redness. Санкт-Петербург. Видеораспаковочка очередная для Владимира. Краснознаменск город Московской области. Вскрывать будем Nobel Chairs Epic. Тканевая модель. Самая покупаемая модель. Не именно тканевая, а Epic. Самая покупаемая модель за последние вот эти два-три года. Моделька абсолютно новая, абсолютно замечательная. Самый последний привоз. И наверно крайний. Выглядит это дело все вот так вот. Естественно эта модель Epic Cooper. Ограниченная версия. Цвет меди. И плюс эко-кожа. Тканевая моделька. Все то же самое. Размеры. Только что ткань. Значит сразу пробежимся по правилам и рекомендациям. Так как у вас тканевая моделька. Уход за тканью. Покупаем автохимию. Как обычный баллончик я не вижу. А вот он. Вот такой аэрозольку. Там пенка. Она активная. После там раз в год, два раза в год, после жаркого сезона обливаем поверхность кресла и с помощью пылесоса все это собираем. Единственный эффективный такой способ в домашних условиях очистить от жира, пота. И также этим средством ухаживаем за подлокотниками. Пуша это упоривает там. Если есть прямой контакт с этой поверхностью, потихонечку соль негативно влияет на поверхность. Поэтому раз в месяц протираем от пота. Второе. Угол накруна спинки. Правильно взаимодействуем с этим механизмом. Поднимаем вверх до упора. Всегда не на четвертинку, не на половинку, а именно до упора. А потом так отдавим спиной на спинку. Когда спинка под нагрузкой от вашей спины, рычажок мы ни в коем случае не дергаем. Обязательно это очень важно. При поднятии рычага никаких скрежетов металла не должно быть никаких щелканий. Дальше идет мультиблок с усиленной планкой. Очень хорошие мультиблоки. Газлифт четвертого класса и пятилучие дюраля алюминиевая с хорошими несрабывающими полками. Напольное покрытие колесиками. Премиум сегмент. Кресло очень дорогое, поэтому вскрываем, обязательно просматриваем. То что нужно подкручиваем, то что надо подмазываем. И после сборки кресло будет идеально работать очень долгое-долгое время. Главное помним про правила, что нужно их поддерживать. Коробка тяжелая. Берем с собой напарника, чтобы вывезти ее со СДЭКа не объемная. Не надо одному ее таскать. Ну или заказываем в своем пункте выдачи СДЭК. Доставку уже до подъезда по своим местным тарифам. Кресло идеально подходит, грубо говоря, от роста 1,65 до роста 1,80 метров. Это такое универсальное сидение с ограничениями. Но эти ограничения, видите, какие они как блюдца, аккуратненько поддерживают. Конечно, кресло можно использовать с весом и 100 килограмм. Но, соответственно, чем больший объем тела, тем будет это все поддавливать. Идеальное кресло подходит. Вот рост 1,80 метра и 85-90 килограмм. Конечно, 100-112 это уже надо обязательно мерить в это кресло. Но модель очень-очень хорошая по своей эргономике. Покупатели, которые приходят и в сравнении, у нас выбирают эти кресла. Когда садятся на Эпикс, он более нравится, чем в каких-то других моделях. Вот так выглядит ткань. Сейчас я подготовлю к осмотру. Все, вот я его подраскидал. Пакеты не снимаю. Все мне здесь идеально видно. Кресло идеально, без всяких деформаций. Шапка, кресло. Все красиво. Заводской контроль качества, конечно же, там и на заводе присутствует. И он очень такой строгий. Поэтому все, что может быть с каким-то браком, это в процессе доставки кресла, пока она едет с Китая до нашего магазина. С нашего магазина с помощью проверки кресло выходит в идеальном состоянии. Компания СДЭК возит кресло. У нас не было никаких проблем, посылку могли там забить, помять, порвать. То есть кресло всегда до покупателей, до пользователей доходит в идеальном состоянии, как вышло с магазина. Обязательно проверяем подлокотнички, чтобы не было никакой деформации. Пластика осматриваем. Механизм тоже осматриваем. Это все мы делаем обязательно. Очень часто это все деформируется. Красиво. Целый. Также не встреваю пакеты. Сразу видно, что все идеально. Инструкция. Видите этот значок. Здесь должна быть типография с номером выпуска. Ну, заклеен вот этим значком. На предыдущих вот этого значка нету, как на коробках, так и на инструкции. Значит, печать нашу хранить обязательно. Смотреть на эти значки и так не сидеть, не стоять, соответственно, не баловаться с креслом. Правильно пользуемся механизмом. Ухаживаем за подлокотниками тканью. Забываем. Так, спинку мы осмотрели. Все красиво. Подушка под голову. Раз, вон лежит. Балик под спину два с лямками для крепления балика на спинке. Все есть. Мультиблок. Усиленная планочка. Здесь есть. Я его тоже, соответственно, проверю. Поглянем в эту коробочку. Посмотрим по наличию запчастей. Что у нас здесь. Мы видим блистер с болтиком и шестигранником для сборки. Это флажки для управления мультиблоком. Колесики. Газлив 4 класса. Пыльник и декоративные накладочки. Это вот на эти проушины для крепления спинки. При установке флажков бывает требуется очень значительное усилие для того, чтобы натянуть вот на эти металлические штыри. И предварительно натянуть надо до конца. Вот так вот прям. А то бывает раз вставят и вот это неправильно. Надо до конца их дотянуть. Поэтому предварительно штырь можно смазать водичкой. Это самое такое легкое. Или растительное масло. Ну, если есть техническое масло, то может техническое масло. Тем самым облегчите себе задачу установки флажков. Так, в принципе, все. Здесь все посмотрели. Проблем никаких я не нашел, не увидел. Никакой деформации. Все идеально. Все красиво. Правила рассказал. После просмотра видео можно делать оплату. И завтра кресло уже поедет в СДЭК. Продолжение следует... Продолжение следует...